Доброе утро, уважаемые телезрители! Мы продолжаем наш эфир. Ежегодно 12 мая отмечается Международный День Медицинских Сестер. Профессиональный праздник отмечается в день рождения Флоренс Найтингейл. Именно она во время Крымской войны организовала первую в мире службу сестер и милосердия. Сегодня мы можем сказать всем медсестрам, поблагодарить их за их гуманный труд. И сегодня в нашей студии, конечно же, представители этой профессии. Мы рады представить вам Аллу Викторовну Фурдиякову, старшую медсестру отделения анестезиологии и реанимации Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи, и Альбину Андриановну Егорову, старшую медсестру физиотерапевтического отделения Республиканской больницы номер 2. Доброе утро, уважаемые гости! С праздником вас, в первую очередь! С праздником вас, конечно же! Но очень интересно, почему вы пришли в эту профессию, в эту сферу? Наверное, скорее всего, по призванию. Потому что мне всегда нравились люди в белых халатах. И как-то так сложилось. И в дальнейшем, конечно, учеба моя не сложилась. Очень бы хотелось, но не сложилось. Все-таки по призванию. А вы, Альбина? Ну, это была мечта с детства, но, как говорится, моя мечта сбылась. Так все очень коротко. Вы продолжаете династию вообще свою? Нет. Нет. В моей семье никого нет. С медицинским образованием медиков нет. Ну, расскажите, вы из разных отделений. Чем занимаетесь? Угу. А вашей? Ну, мое отделение, отделение анестезиологии и реанимации, занимается интенсивной терапией. То есть у нас развернуто 18 коек, на отделение на 18 коек занимаемся интенсивной терапией. И помимо этого еще обслуживаем 9 хирургических отделений. То есть обеспечиваем анестезиологическими пособиями во время операции. То есть даем наркоз тогда, по-простому, если сказать. Понятными словами. Да. Штат у нас очень большой, коллектив молодой. Ну, в основном интенсивную помощь оказываем, экстренную помощь. Также у нас еще в нашей больнице высокотехнологическая, оказывается высокотехнологическая медицинская помощь. То есть там протезы. Альбина, ну вот многие с физиотерапией, в принципе, связаны. Ну, тут приходят, какие-то на лечение, знают, там, ложат всякие штучки такие. Расскажете о них, да, там, магнитики. Это вот, по-моему, если не ошибаюсь, это с вашего направления. Да, я работаю старшей медсестрой в физиотерапевтическом отделении. Так, с 2009 года работаю. У нас, ну, реабилитационные мероприятия производятся. После инсульта, после протезов, после травмы. Вот так. Ну, вообще, профессия медсестры, да, вот у нас ассоциируется с чем? Это работа по ночам, да, это длинные смены. Вот как вы к этому ритму, да, привыкаете? Привыкаем, конечно, все это привыкаем. Вот помимо этого, еще какие сложности есть в профессии? Ну, в реанимации вообще есть много сложностей, да. Само слово реанимация, это уже сложно. Да, это уже сложно, это уже... Это психологически, морально очень сложно. Это психологически, да, это большая нагрузка, конечно же, это профессиональное выгорание, очень раннее профессиональное выгорание среди сестринского персонала. Не все справляются с этим, но у нас есть основа нашего коллектива, конечно, наши опытные медицинские сестры. А вот перед тем, как прийти вообще в профессию, вы не задумывались о том, что все-таки профессия медсестры, вот медицина, ну, в целом, да, это жизни других людей. Вот не боялись за то, что вы будете отвечать за чьи-то жизни? Другое дело, офисный работник бумажки перекладывает, там подписывает, ну и ладно, не так сделает, ну, ничего страшного, как говорится. Конечно, это всегда переживания, естественно, и ночные смены, это и усталость, это все сказывается, и, конечно, и пациенты бывают разные, да, и по характеру, и по поведению. У нас тяжелые больные лежат, естественно, они требуют больше к себе внимания, но как-то мы с этим справляемся. К своему здоровью как относитесь вообще? Как все. Как все, как сапожник без сапог или нет, или все-таки вы следите? В основном только медосмотр. Нет, ну, конечно, мы заботимся о своем здоровье. Как мы же, мы показатели, да, здорового образа жизни. Поэтому, конечно же, мы заботимся о нем и здоровый образ жизни соблюдаем. У нас очень много конкурсов даже на эту тему проходит. Вот сегодня у нас, кстати, будет праздничное такое мероприятие, посвященное Дню медсестры. Организовали наши, главные медсестры организовали конкурс, программу. Давайте поздравим, да, коллег, сегодня такой день. Ну, конечно, очень хотелось бы поздравить всех медицинских сестер нашей республики с профессиональным праздником. Пожелать им успехов, прежде всего, в нашем таком нелегком, но очень нужном деле. Конечно, счастья, здоровья, ну и, наверное, несложных пациентов. Я тоже поздравляю всех своих коллег с профессиональным праздником.